приветствую всех гостей и подписчиков моего канала сегодня я покажу как я пересаживаю хвои те которые уже укоренились пересаживаем в грунт вот у меня есть уже укоренившись черенок хвои ваэты тут вот он уже пустил новый рост поэтому он точно уже с корнями можно пересаживать что мы делаем первым делом я ставлю его набрать воды для того чтобы перлит немножко сцепился с корнями и не весь осыпался чтобы меньше травмировать корни дальше мешаем грунт для этого нужно две части универсального грунта либо одну часть можно заменить вот таким грунтом для кактусов мне он очень нравится а если хоя скукулентных сортов как например вот семя любимая керри то можно взять целиком вот этот грунт для кактусов дальше одна часть перлита вот такой он продается в леруа нерлен мне больше всего он нравится тем что он очень крупный тут мелких частей очень мало и пыли служит практически нет дальше вот такой органическое удобрение это сапропель вот он примерно вот столько на наш объем можно без него это все уже дополнительные потом очень желательно использовать битый древесный уголь обращаю внимание не пыль не пепел из мангала а именно уголь в качестве дренажа использую пенопласт почему пенопласт потому что вместо керамзита когда его используешь корни зимой они не охлаждаются и получается что растение снизу не мерзнет у него так так сказать нет эффекта мокрых ног еще в грунт я намешиваю осмокот на литр грунта примерно вот столько но у нас меньше литра поэтому возьмем половину от этой от этого объем если нет осмокота можно потом удобрять любыми минеральными для роста дальше кладем дренаж горшочек используем маленький потому что у хой вообще маленькая корневая система а у молодых черенков и вовсе маленькая в большом горшке вы его зальете это стопроцентно и черенок погибнет насыпаем дренаж дальше смешиваем составляющие грунта перлит перлита нужно много потому что хой вообще эпифитные растения и они растут на деревьях цепляясь корнями в маленькие отверстия в коре цепляясь где его найдут какие-то препятствия поэтому грунт им нужен легкий и гигроскопичный воздухопроницаемый уголь уголь нужен для обеззараживания почвы дальнейший осмокот нет используем целиком эту дозу потому что это примерно литр хорошенько перемешали грунт получается легкий воздушный и на ощупь очень замечательно дальше берем горшочек сыплем немножко грунта тщательно его утрамбовываем стряхиваем чтобы он прошел через пенопласт утрамбовали теперь достаем растение не очень стряхивая корни вот так для этого мы его и мочили чтобы вот так было с перлитом корни не очень травмируются при пересадке потом обсыпаем грунтом забываем утрамбовывать хорошо вот у нас посаженная хоя практически сразу она пойдет в рост потому что мы не стряхивая перлит корни ей не повредили немножко польем и ставим ее на место жительства благодарю вас за внимание если есть у вас вопросы пишите я вам отвечу до свидания